здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал невероятные факты из писем атамана кондратья булавина значит вот в таком журнале русская старина попал ежемесячно историческое издание 1870 попалась мне интересная информация письма донского казака кондратья булавина который поднял бунт на дону значит по истории по официальной версии значит выглядит это так как его на гибель видя невозможность борьбы с государством он взял и застрелился давайте я вам сейчас прочитаю эти интересные письма и вы сами поймете мог ли казачий атаман имея 100 тысяч казаков у себя и более как он пишет застрелиться виде невозможность борьбы с государством давайте я вам зачитаю некоторые из интересные факты так поехали воззвание атамана войска донского кондратья булавина булавина кубанским казакам то есть ребята по официальной версии кубанское казачество образовалась а только в 1794 году а это у нас значит письма 1708 то есть кубанские казаки образовались от 90 лет после этих событий но он пишет кубанским казакам ну да ладно господи иисусе христе сыне божий помиловал нас аминь от донских атаманов молодцов от кондратья афанасьевича булавина и от всего великого войска рабом божиим и искателем имени господня кубанским казакам атаману савелью пахомовичу или кто прочие атаманы обретается и всем атаманам молодцам челобития и поздравления милости у вас атаманов молодцов слезно просим и бога молим и ведомо вам чиним что послали мы войском на кубань на кубань вачуев хасану паше и к сартану музе свои войсковые письма об мировом между вами и нами и крестном состоянии как жили наперед всего старые казаки так поехали дальше в прошлом так в прошлом 1707 году они лукьян и товарищи списались с боярами что у нас на реке русских пришлых людей всех без остатку выслали кто оттуда пришел с первого азовского походу и по тем их прежде бывших старшин с боярами письмо и совету прислали они бояры от себя к нам на реку полковника князя юрия долгорукого с многими начальниками людьми для того чтоб им старшинам с боярами всю реку разорить и стало было бороды и усы брить так и веру христианскую переменить и пустынников которые живут в пустынях ради имя господня и хотела и хотели было христианскую веру ввести в еленскую веру понимаете да какая интересная эта штука получается христианская вера а эти пришли юрий долгоруков и хотели ввести еленскую веру надо еще разобраться с этой еленской верой ну ладно поехали дальше так поехали они по северному донцу по городкам и они князь со старшинами будучи в городках многих станицы огнем выжгли и многих старожилых казаков кнутом били губы и носы резали и младенцев по деревьям вешали также женского полу и девичья брали к себе блудного помышления на постели и и часовни все со святынею выжгли и в прошлом же 1707 году как будучи князь старшинами у розыска и высылки русских людей на речке айдари шу шульгинском городке из донца из стрихьябинской станицы нынешний наш войсковой атаман кондратий афанасьевич булавин пересоветовался с донскими многими казаками и собрал его князя и при нем с будущими начальники людьми и с нашими старшинами в шульгинском городке до смерти побили потому что он князь и старшине чинили на многое разорение и нестерпимые налоги и на после они лукьян с товарищами собрался за убойство князя вскоре воинским поведением на речке альдари так ну ладно суть вы поняли да убивали жгли вешали вот такой вот это значит долгорукий пришел с этой еленской верой своей поехали дальше а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А он, Лукьян и Ефрем с товарищами, с немногими людьми с того боя ушли и прибегших с Черкасской сели в осаде Так, поехали дальше Так, и собрались Казанили их смертью, а остальных старшин Василия Меньшова Позднее вас, товарищами, вместо смерти послали в верхние городки казачьи с женами и с детьми на вечное житье в ссылку Так, поехали А ныне мы Это значит, он пишет, то же самое письмо пишет кубанским казакам А ныне мы, государи наши батюшки Савелий Пахомыч и все атаманы молодцы Обещаемся Богу, что стать нам за благочестие за дом Пресвятой Богородицы и за святые соборные апостольские церкви и за предания седьми вселенских соборов как они, святые, на седьми вселенских соборах утвердили веру христианскую и в отеческих книгах положили а мы в том друг другу души наши подавали и к кресту святой Евангелия целовали чтоб нам всех стоять в соединении и умирать друг за друга К старшинам кубанских казаков Господи Иисусе Христе, Сыне Божий помилуй нас, аминь да милости же у вас, наших батюшек государей, атаманов, молодцов у Савелия Пахомыча и у всех, что есть войсковых наших атаманов Кондратий Афанасьевич и все войско Донское слезно просим да я ж, Кондратий Афанасьевич по именном милости вашей пишу Савелию Пахомычу Федору Васильевичу с Донца, с Луганской станицы Мирону Никитичу да брату своему Сидору Никитичу да Луганской же станицы Сидору Зиновьичу да Трехизбянской станицы Ивану Астахичу Горбун прозвища да Митякинской станицы Карпу Ертиаристу и всем, что есть атаманам молодцам слезно милости прошу и челом бью пожалуйте который нибудь хотя Мирон и Сидор или Афанасий приедьте ко мне на слово я же Антон Ерофеев тебе дядюшка Савелий Пахомыч то есть понимаете о чем речь идет что кубанские казаки что там на Запорожье что на Луганская станица ну то есть нынешняя Донбасс все эти донские казаки они все братья и родственники сыну твоему Герасию Иванову и Гаврилий и всему дому твоему слезно милости прошу и челом бью а я государь дядюшка по сие писания дал Господь Бог жив и впредь уповая нам все щедрого Бога своего и прочим моим приятелям Севастьяну Васильевичу Мартыну Раздорскому Евментьевым детям и Панфиловым детям Максиму Кривому с детьми Кобыльские станицы чтоб тебе Максим прислал ко мне которого-нибудь сына своего и всем приятелям с которым мы ему зиму зимовали и нужду терпели это значит он говорит о том когда Кондратий Булавин значит перезанимовал Запорожской Сечи в чинах челобития и поклон до земли к Савелию Пахомучу Шурин твой Дмитрий Игнатьев и Андрей милости прошу и челом бьет а ныне я живу на медведице на медведице в черноганской станице а прошу у тебя и молю животворящим Богом чтоб тебе будет возможно самому приехать а будет невозможно и ты пришли сына своего а моего племянника а им худо никакого у нас по крестному целованию по святой непорочной евангельской заповеди Господней ежи ей вправду никакой вреды им не учениться о том нашим душам верьте только милости вашей мы желаем что вам с нами о всяких душевных искренних делах договориться и о всем повествовать так ну тут долго короче сейчас самую суть так поехали дальше а если у кого так подождите чуть-чуть ох елки по всему письму извините сейчас так а если у кого товары какие и вы возите к нам войску для продажи не опасно а ныне у нас войска со всех рек с дону с донца с хапра с бузулука с медведицы и со всех заполных речек на острове и за всякой станицы старшин людей кроме молодых которые в третчине в туретчине и по всему письму будем вашу милость ожидать к себе и вам бы пожаловать приехать к нам в черкасский не помешков с теми вместе как посланы будут из-за Чуева от Хасана Паши и от Царклана Мурзы с письмами татары а ныне на реке у нас казаков в едином согласии тысяч сто и больше а наперед что будет прото бог весь потому что многие русские люди бегут к нам на дон деньно и ночно с женами с детьми от изгоны царя нашего и от неправедных судей потому что они веру христианскую у нас отнимают а если наш царь на нас гневом поступит то и будет турский царь владеть азовом и троицкими городами так значит вы видели тысяч сто и более хочу вам показать одну интересную деталь ребята хочу показать вам википедию полтавская битва то есть слышали тысяч сто и более читаю полтавская битва 1709 это же время смотрите так всего русские 60 тысяч шведы 37 тысяч итого 97 вы понимаете кто такие казаки это войны рожденные войнами и всю жизнь живущие как войны они бы если бы разогналися они бы прям до Атлантики бы их гнали и утопили бы в Атлантическом океане вы понимаете да а нам чешут что видя что не может бороться с государством он застрелился вот такие вот ребята интересные моменты находятся вот такой вот интересной книжке ссылку оставляю читайте целиком найдете очень много интересных фактов русская старина ежемесячное историческое издание 1870 год спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания